Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Когда успокоитесь, Ракитина, зайдите ко мне в кабинет. Войдите. Лариса Ивановна, медведя отправили. Произвел фурор. Рада за него. А вот вас, Ракитина, порадовать не смогу. Вы готовили пиар-компанию для банка Андроник. Я? Так вот, из-за вас теперь у нас море проблем. Шеф в ярости. Почему? Они были довольны? Были, пока не увидели, что вы натворили. Ваша вечная ажитация до добра не доводит. Что я натворила? Вы раскрыли строго конфиденциальную информацию о пяти коттеджных поселках, якобы принадлежащих банку. Да, но я… Да никто вам не давал на это санкции. В банке считают, что это нанесло ущерб их репутации. Требуют возмещения. Послушайте, я… Я уже наслушалась. Шелест рвет и мечет. Лариса Ивановна… Что Лариса Ивановна? Он приказал вас уволить. Как это уволить? Вот так, прямо с понедельника. И скажите спасибо, что по собственному желанию. Я ничего не разглашала. Я могу это доказать. Я сейчас сама пойду к Шелесту и все ему объясню. Его нет. Он был на работе только час. Злой как черт. Дал указание и укатил. Куда? Не знаю. Но на следующей неделе его не будет. Так что… Пишите заявление. Я не буду. У меня мама в больнице. Вся моя зарплата уходит на ее лекарства. Ну, а я что сделаю? Давайте позвоним Шелесту. Нет уж увольте. Мне хватило сегодня. Лариса Ивановна, я вас умоляю. Я никуда не выйду из этого кабинета. И писать я тоже ничего не буду. Это приговор моей маме. Ладно. Что могу. Знаю, что секретарь заказывала ему вчера каюту. Круиз на Валаам. Отправление в шесть. Теплоход Ярославна. Успеешь купить путевку, у тебя есть шанс. Теплоход? Нет. Терпеть не могу. У меня морская болезнь. Как хочешь. Тогда пиши. Начинается посадка теплохода Ярославна. Отправление в семнадцать часов в пятнадцать минутах. А сколько у нас пассажиров? Сто сорок три, кажется. Молодежь, глянь. Ну, плюс еще тридцать шесть. Прошу, на борт. Аккуратнее на трапе. Добрый день. Здрасьте. Хорошего отдыха. Прошу, на борт. Аккуратнее на трапе. Пожалуйста. Добрый день. Добрый день. День добрый. Простите, вы, Ярослав Ветров? Старший помощник капитана Виктор Тищенко. Добро пожаловать на Ярославну. Получается, наш корабль считает ваш тезка? Ну, не совсем. Конечно. Простите, пройдемте, покажу вам койоту. Спасибо. Хорошего отдыха. Спасибо. Пойдемте. Добрый день. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. У меня там сын. Извините, пожалуйста. У меня там сын. Одну секунду, леди. Пожалуйста, подождите секундочку. Он забыл мобильник. Я ему кричу, кричу, он не слышит. Сейчас с вами разберемся. Егорова Екатерина. Егорова Екатерина. Да-да, пожалуйста. Да, вижу вас. Паш Люкс. Ну как, подойдет вам? Да, пойдет. Ну и славно. От имени командира корабля и экипажа желаем вам приятного путешествия. Спасибо. Скажите, а вы правда известный писатель? Мне тут наши менеджеры рассказали. Да. Круто. Хотите, книгу подарю? Спасибо. Буду почен. А может быть, вы про наш корабль роман напишите? Не дай бог. Мой жанр – это боевик и детектив. А у нас, надеюсь, все будет хорошо. Вы передали мою просьбу персоналу? Не беспокойтесь. Никто вас не потревожит. Я даже горничную не велел. Угу. Не то чтобы это каприз, но просто хочу спокойно поработать. Конечно. Творите от души. Да. Ну, спасибо. Пожалуйста. Добро пожаловать на борт. Очень хорошо. Ваши документы, паспорт. Проходите, пожалуйста. Хороший отдых. Не опоздали? Вы успеваете. Добрый день. Паспорт, пожалуйста. Здравствуйте. Девушка, у вас все хорошо? Да, да. Все в порядке. Спасибо. Скоро будет веселение. Можно будет ключи получить на ресурс. Хорошо. Я подойду обязательно. Добрый день на трапе. Паспорт. Морозова Наталья. Сейчас мы вас найдем. Нет, ну это нормально. Я целых два часа. Тебя набирают и трубку не берешь. Я думала, ты вообще не приедешь. Прости. Прости, пожалуйста. Очень много работы было в офисе. Ну, конечно. Пойдем. Осторожно. Добрый день, леди и молодой человек. Здрасте. Очень хорошо. Вы наши последние пассажиры. Желаем вам приятного отдыха. Спасибо. Прошу на борт нашего лайнера. Сергей Николаевич, я Ракитина из отдела рекламы и маркетинга. Вы меня сегодня уволили. И что? То, что я хочу объяснить, что я не виновата, что у меня есть доказательства. И готова это сделать прямо сейчас, потому что мне не хочется плыть на этом теплоходе. Послушайте, а мне хочется плыть на теплоходе, отдыхать, а все вопросы решать в офисе в рабочее время. Вы почему здесь сейчас? Да потому что вас сегодня не было в офисе. Вот мне пришлось сюда бежать. Ах, даже так? И где ты, интересно, был? С кем так честно общался, что даже трубку вырубил? Ну, послушай, не начинай. Может, ты мне замену нашел? Так и скажи. Может, вот эту? Ну… И давно это у вас? Не говори ерунды. У меня действительно была… Нет, нет, нет. У меня была конфиденциальная встреча. Почему я должен об этом рассказывать? Потому что ты врешь постоянно, как заведенный. Так, все, хватит. Достали эти твои конфиденциальные встречи. Плыви давай в туман со своей кекимрой. Чао! Кристина! Кристина, подожди. Кристина! Ребят, подождите секундочку. Не можем, уже все. Бываем. Чемодан! От 20.00 вас приглашаем на верхнюю палубу в ресторан, где вас ждет живая музыка. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да. Все в порядке, отошли. А почему ты мне сообщаешь именно сейчас? Ой, господи. Вам плохо? Нет, нет, ничего. Все в порядке. Сейчас поднимитесь в номер и отдохните. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, как удачно. Проводите, пожалуйста, бабушку. У вас один номер. Да, конечно. Если нужно как-то помочь, у меня есть лекарства все необходимые. Нет, нет, спасибо большое. Да, точно? Хорошо. Я возьму. Спасибо. Спасибо. Ты не тяжелый рюкзак. Я бы и сама донесла. Ничего страшного. Нам туда? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а ресторан у вас где? Наверх по лесенке. Верх по лесенке. Верх по лесенке. Эй, ты чего? Так, показалось что-то. Какие проблемы? Я разрулю, ты меня знаешь. Знаю. Ладно, расслабься. Все нормально. А когда у них там живая музыка, а? Да. Вас, значит, Лика зовут? Да. А меня Мария Савишина. Очень приятно. Ой, а мне-то уж как приятно. Я ведь схитрила чуть-чуть. Господи, меня прости. Как схитрили? Я забронировала двухместный номер. А в последний момент купила одно место. Угу. Ну, хотела на отдельной каюте сэкономить. Но я теперь не в претензии. Такую соседку Бог послал. Вы пейте, пейте чаек. Он у меня на семи травах настоен. Ой, очень вкусно. Угу. Ой, а полезно как. Давно я собиралась на наш Северный Афон. Угу. Да все никак. То времени нет, то денег, то болею. Ну вот, наконец, все сложилось. Наконец-то. Да. А вы что, так скоро-то собрались? Да, я по делу. Вижу, глядя на вас не по-веселому. М-м. А вы лучше отдохните. Сегодня в ресторане танцы. Я по радио слышала. Ой, господи. Вы как себя чувствуете? Все хорошо? Может быть, таблеточку примите? Нет. Для нас, стариков, самое лучшее – это сон. Так что я на боковую, а вы идите развейтесь. Может, судьбу свою встретите? Да мне бы начальника своего встретить. Приятная музыка, правда? Да. Пойдет. Очень обидно. Что? Впервые в жизни я встретил такую девушку, с которой можно протанцевать всю ночь. И вас это как-то расстраивает? Нет. Просто надо работать. А, вы из команды корабля? Нет. Я писатель. Вы писатель? Да. Так, а что же вы пишете? Макулатура в дорогу называется. Детективы. Ну, зачем так? Хороший детектив – это всегда интересно. Мне уже нет. Слушайте, хотите открою тайну? Ой, пожалуйста, давайте без тайн, потому что меня уже обвиняют в разглашении на работе. Нет, слушайте, у меня все гораздо проще. Я иду на круизе, чтобы написать большой исторический роман. О русском севере. Именно в круизе, на Ярославне. А, кстати. Да. Я Ярослав. Очень приятно, Лика. Очень приятно. Ну, что же, Ярослав, я желаю вам удачи. Спасибо. Знаете, я дал себе зарок. Надо написать первые двадцать страниц здесь. Это будет очень сложно, но… Понимаю. Я постараюсь вам не мешать. Да нет, вы мне не мешаете. Представляете, сейчас позвонил издатель и… сбил с настроем. Угу. Пришел сюда развеяться. Ну, я вот тоже пришла развеяться. А что с вами стряслось? Да, меня уволил сегодня начальник. Угу. Да так, даже не захотел выслушать. Просто так взял и уволил. Ничего себе. И как зовут вашего начальника? Фамилия его Шелест. Шелест. Угу. Расскажите еще что-нибудь о нем. Ну, это… Макровый нарцисс. О! Эгоист. Он свою фирму назвал в честь твоего имени. Шелест Консалт. Угу. Пошлость. Да. Я знаю, что надо сделать. Я опишу его в своем романе. Злодеем. Да, давайте. Это очень будет здорово. И обязательно припишите туда самые жуткие вещи, которые может совершить человек. И когда будете описывать, пусть там будут у него очечки, которые ему совершенно не идут. Хорошо. Идет. Здорово. Лика, может пройдемся? Душно. Хорошо. Я не против. Так. Где присядем? А прямо здесь. Давай. Те. Те. Присаживайся. Итак, Лика, что же мы будем пить? Белое или красное вино? Может быть шампанское? Ой, нет. Я ничего. Я просто наглоталась таблеток от морской болезни. Да? Да. Ну ладно, я тогда за вином. Хорошо. А вы никуда не уходите. Я здесь. Хорошо. Сергей Николаевич. Опять вы? Простите меня, пожалуйста, за то, что произошло при посадке. Послушайте, вы сегодня сделали все, что могли. Вы устроили скандал с очень важными партнерами. Вы испортили лично мне отдых. Скажите мне, что я должен сделать для того, чтобы вы сегодня спокойно спали? Я не буду сегодня спокойно спать, пока не объясню вам, что я не разглашала никакой секретной информации про Андроник. Ну да, они сами взяли и сбесились. Да они сами раздавали интервью направо и налево. Про эти коттеджные поселки написано в региональной прессе. Да это вся эта информация в открытом доступе. У меня даже распечатки имеются. Давайте, давайте ваши распечатки. Хорошо. Давайте. У вас все в порядке? Да, все в порядке. Может быть официантом? Нет, спасибо. Медведь Маруся, вы с ума сошли? Боже мой, это чек за медведя. Мы сегодня дарили на открытие детского центра. Очень трогательно. Ну да, я забыла, не те бумаги взяла. Я вместо распечатки взяла этот чек в бухгалтерии. Ракитина, вы не профессионал. Меня не удивляет, что таких пиарщиков, как вы, такая информация уходит. Сергей Николаевич. Все, прекратите. Я не хочу вас больше видеть. Не преследуйте меня. Пришлось отставить дикую очередь, чтобы этот десерт достался вам. А знаете, я, пожалуй, выпью. Виски. Ага. Интересный поворот сюжета. Лийка, спасибо за, за прекрасный вечер. Да, и вам спасибо, Ярослав. Давайте я вас провожу. Нет, что вы, я и сама дойду. А вам напоминаю про ваш зарок. М-м, да. Двадцать страниц. Помню. Да. Ну что ж, до завтра. До завтра. Мария Савишна. Мария Савишна. Мария Савишна. Боже мой. О, боже. Врача! Бедная вы, бедная. Поехали отдохнуть, а тут такое. Да она же вроде неплохо себя чувствовала. Мы сидели, чай пили. Ну, возраст такой. Сегодня хорошо, завтра плохо. Она, к сожалению. Ну что? На девяносто процентов инфаркт. А на десять? Да мало ли у стариков болезней. Так, ладно. Вы оба бегом за носилками на берег. Скорая уже подъехала. Благо мы в Романовке, здесь причал подходящий. Надо вынести тело, пока все спят. Угу. Хорошо. Так, Светлана Викторовна, вы закройте, пожалуйста, каютой и займитесь пассажиркой. Да, конечно. Конечно. Холодно? Немножко. Знаешь, а матросы сказали, что бака тут зеленым была. Что? Ну как, мой дед говорил, что зеленая на корабле, к несчастью. Да ну, бред какой-то. Дед пошутил небось, вот тебе и в голову сбрело. Мой дед вообще-то был из Поморов и про море знал все. Ну, а мой дед по Черному морю ходил и ни разу такой ерунды не говорил. Знаешь что, Чищенко? Валь. Товарищ капитан, только что получил бумаги из транспортной полиции. Результаты вскрытия погибшей Кузьминой. Ну, что там, все-таки сердце? Да, фельдшер был прав. Инфаркт. Но это еще не все. Вам стоит взглянуть. Да ладно. Не может быть. Сергей Николаевич, я понимаю, вчера произошла очень неприятная ситуация с документами. И не только. Я понимаю, я испортила вам отпуск. Но это не дает вам никакого права так обращаться с людьми, как с бесчувственными куклами. Даже преступнику дают возможность оправдаться. А я ни в чем не виновата. Хорошо. Я вам обещаю, по возвращении из круиза заняться вашим вопросом. Но я думаю, ничего хорошего вас не ждет. Как по возвращении? А до этого мне что, ходить уволенной? Сергей Николаевич, у меня мама в больнице. А тут еще соседка по каюте умерла. Послушайте, Ракикина, знаете, чего я не люблю? Когда начинают на жалость давить. Да я ни в коем случае не давлю на жалость. Я просто пытаюсь вам объяснить свою ситуацию, чтобы вы меня услышали. Старший помощник капитана Виктора Тищенко. Пройдемте к капитану. Хорошо, я подойду, но чуть попозже. Нет уж, сейчас. Хорошо. О, Вить, тебе щи отложить? Вчерашнее. Вкусные, вкусные, нормально. Давай. Спасибо. Вот, Станислав Петрович, привел. Проходите. Что-то случилось? Как представитель власти на вверенном мне судне, я должен задать вам несколько вопросов. Присаживайтесь. Спасибо. Точнее, вопрос один. Какие препараты вы давали своей соседке по каюте? Я ей ничего не давала. А в чем дело? Дело в том, что с берега прислали заключение экспертов. Вскрытие тела Кузьминой показало, что ее смерть не была естественной. Она получила инъекцию смертельной дозой клофелина. Что? Поэтому я повторяю свой вопрос. Какие препараты вы вводили Кузьминой? Я ей ничего не вводила. И препаратов никаких не давала, и инъекций тоже не делала. Весьма сомнительно. Администратор на рецепшене слышала, как вы говорили о том, что у вас с собой много лекарств. А следователь на берегу выяснил, что у вашей мамы больное сердце, и вы умеете делать уколы. Маму, пожалуйста, не трогайте. Она в больнице, и она здесь вообще ни при чем. Вашу маму никто не беспокоил. И тем не менее, расскажите мне, пожалуйста, как было дело? Ну как? Мы… Мы сидели, пили чай. Мария Савишна угощала меня чаем на травах. Все. Потом она легла спать, а я пошла в ресторан. Товарищ капитан. Ну, нашли что-нибудь? Каюта осмотрена, присутствие понятых, шприцов не найдено. Ну… Ну вот, видите. Но в рюкзаке у гражданки кое-что нашли. Именно в пакете с лекарствами. Ну, остальное, видимо, за бортом. Ну, и вот кто тебя просил это делать? Я же тебе говорила, не надо. Я тебя умоляла, ты как… Что теперь будет? Да ладно, ты не загоняйся, сама она напросилась. И вообще, она тебе кто? Никто. Никто ничего не узнает. А если что, мы не при делах. Не бойся, слышишь? Я же с тобой. Угу. Зачем? Зачем мне было ее убивать? Я ее видела первый раз в жизни. Послушайте, даже я не верю в то, что такая девушка, как вы, могла совершить предумышленное убийство. Вот даже от улик толком избавиться не сумели. Да что вы такое говорите? Это же бред. Послушайте, успокойтесь. Все, что произошло, это не ваш злой умысел. Ну, так бывает. Хотели помочь, но навредили. Даже у врачей случается. Скажем так, переоценили свои медицинские способности. Не рассчитали дозу. Да это ужас какой-то. Это просто, просто сон. Я сплю. Ну, хорошо. Давайте рассуждать. Вы сделали укол. Пошли на дискотеку. А когда вернулись, увидели, что ваша соседка отдала Богу душу. Испугались. Растерялись. Попытались замять обстоятельства. Но поскольку опыта у вас в этих делах нет, получилось неуклюже. На самом деле, такое бывало уже в моей практике. Неужели? Да, и знаете что? Мой вам добрый сайт в такой ситуации. Чистосердечное признание. В чем мне признаваться? Ну, в чем? Да, я маме иногда делала уколы. Это так. Я клофелин никогда в руках, даже в жизни не держала. У меня с собой ни ампул не было, ни шприцов. Таблетки, таблетки были. Хорошо. Тогда сейчас идите к себе в каюту и поминутно распишите мне весь ваш вчерашний день. И еще раз. Мой вам добрый совет. Хорошенько подумайте. О чем? Причинение смерти по неосторожности. Помощь следствию. И чистосердечное признание. Это не так… Я никому ничего не причиняла. Да, действительно я провел время с очаровательной девушкой вчера. А номер каюты ее не помните? Звали ее случайно не Лика? Простите, как вас зовут, напомните? Виктор Тищенко. Виктор. Дело в том, что до каюты не дошло, если вы меня понимаете. А девушку действительно звали Лика. Какие-то проблемы? Ну, только эта информация разглашения не подлежит. Дело в том, что пассажирка Анжелика Ракитина подозревается в убийстве. Что за ерунда? Она делила каюту со старушкой, а вчера вечером бабуля умерла. Ну, думали, инфаркт. Но вскрытие показало, что ее отравили клофелином. И в рюкзаке у Ракитиной нашли улики. Это девушка и убийство. Ерунда какая. Да мне и самому в это верить не хочется. Ракитина вины не признает? Говорит, что весь вечер была на танцах, потом в кафе. Да, я действительно могу это подтвердить. Да? Да, так оно и было. Так вот именно поэтому я вас и потревожил. Ладно, дальше будет полиция разбираться. Ну, только вы это, никому не рассказывайте об этом. Ну, чтоб не было паники среди пассажиров, хорошо? Не беспокойтесь. Ничего, никому не скажу. Хотя странно, конечно. Всю жизнь пишу про людей, а оказывается ничего про них не знаю. Хотя вы знаете, да, действительно она была чем-то расстроена. Да, я когда принес пирожное, она была чем-то встревожена. Странная, конечно, история, но… Анжелика Ракитина работает в моей фирме, менеджером по связям с общественностью и СМИ. То есть, в этот круиз вы отправились независимо друг от друга? Разумеется. А вы с какой целью интересуетесь? Сейчас объясню. Одно уточнение. То есть, с какой целью она оказалась на теплоходе, вы, конечно, не в курсе. Ну, возможно, для того, чтобы в неформальной обстановке решить вопрос. У нас с ней конфликт по работе получился, но она добилась своего. По возвращению с круиза я собираюсь пересмотреть приказ о ее увольнении. Ну вот, похоже, пересматривать не придется. В смысле? Перестаралась в плане связи с общественностью. Подлечила соседку по каюте и залечила до смерти. Тело старушки сегодня ночью я отправил на берег. Извините за беспокойство. Всего доброго. Погодите, а в какой каюте проживает Ракитина? А к ней все равно нельзя, она под домашним арестом. Под домашним арестом? В каюте, из которой только что вынесли труп? Послушайте, она не убийца. Я, я как ее руководитель, могу за нее поручиться. Ну не будет же она до конца рейса сидеть в каюте. До прибытия следственной группы, по крайней мере. Как вы понимаете, в этих делах я не специалист. Вот и я думаю, что не специалист. Более того, это все попахивает превышением полномочий. Вы, наверное, допрашивали ее без присутствия адвоката, да? И вещички перетряхнули? Я действовал по указанию полиции, в присутствии понятых. Что это были за понятые? Мы сейчас выясним у моих юристов. Я сейчас с ними проконсультируюсь. Послушайте, давайте без лишних скандалов. У меня и так голова идет кругом. Хорошо. Возможно, вы и правы. Пусть ваша сотрудница погуляет по кораблю. Под вашу ответственность. Хорошо. Тем более, сбежать отсюда все равно некуда. Хорошего отдыха. Да что же вы опять устроили-то, а? Да что я ничего не устраивала. Это просто таблетки от укачивания. Какого укачивания? Нас не качает. Идите вы лучше погуляйте. Воздухом подышите. Капитан разрешил. А чего это вдруг? Да потому что ваш начальник такой ему скандал закатил. Защищал вас. Начальник мой? Шелест? Ну не знаю, Шелестун или кто. Что-то случилось? Случилось. Ну, во всяком случае, так не переживайте. Легко вам вот сидеть и говорить. Видите ли, как ваше имя? Лика. Очень приятно. Дарья Петровна. Мне тоже. Понимаете, Лика, случаи, конечно, бывают разные. Но поверьте мне, если вы заранее отказываетесь от борьбы, вы заранее отказываетесь от победы. Я даже не знаю, с кем мне бороться. Ну а что все-таки случилось? Меня обвиняют в убийстве. Прошу прощения. Говорят, что я отравила свою соседку по каюте. Лика. Расскажите мне все подробно. На мой взгляд, Санкт-Петербург – один из наиболее красивых городов в мире. Я совершенно с вами согласен. Это европейский город, и я уверена, что ваша работа там будет такой же продуктивной, как и раньше. Милая, я очень надеюсь на это. Простите, в чем дело? Простите! Простите! Ваши подставили! И как долго подставили? Вам могли в рюкзак подсунуть шприц, а так только косвенные улики, понимаете? А кому это нужно было? Вот это главный вопрос. Так, надо думать, надо рассуждать. Вчера на палубе я видела одну старушку. Она была очень испугана. Спрашивала меня, не видела ли я детину в браслетах. А вы не помните, когда это было? Во время танцевального вечера. А выглядела как старушка? Ну, такая классическая старушка маленького роста, в чем-то зеленом, в платке. Господи, неужели это была Кузьмина? Она же вообще спать собиралась. Мы сейчас пойдем с вами к капитану и все это ему расскажем. Это же в корне меняет все, все дело. С вами, с вами все в порядке? Лика, простите, вас не затруднит принести мне стакан воды? Да, конечно. Сейчас, одну секундочку. Товарищ капитан. Это капитанская рубка. Сюда посторонним нельзя. Простите, пожалуйста, я все выяснила. Что именно? Одна женщина, такая красивая дама в зеленом костюме. Она видела Кузьмину живой, когда она была в доме. Когда я уже была в ресторане. То есть, от клофелина та бы уже давно спала. Значит, инъекцию ей сделали позже. И где эта пассажирка? Не знаю. Я не могу ее найти. Как интересно. А фамилия у нее какая? Тоже не знаю. Зовут Дарья Петровна. Посмотри, пожалуйста, в списке пассажиров Дарью Петровну. Нет, не вижу. Но вы повнимательнее посмотрите. Смотрите. Три Дарьи. Две Петровны. Ни одной Дарьи Петровны. Прямо призрак дамы в зеленом. Скажите, а что вы нам еще на сегодня придумали? Ну, чтобы несколько раз не заходить? Что вы, издеваетесь надо мной, что ли? Лика! Я вас искал. Мне сказали, что вас арестовали. Уже нет. Правда, я не знаю, что будет дальше. Я чувствую свою вину. Ну, потому что меня спрашивали, что было в тот вечер, а я… А я сказал, что вы были расстроены. Да, это уже не важно, расстроена или не расстроена. Я не убивала. Более того, я нашла свидетельницу. Свидетельницу? Да. Женщина. Она видела Кузьмину живой, как раз, когда мы были с вами на вечеринке. Правда, вот, куда-то пропала. Пропала, да? Да. Мы сидели с ней, разговаривали на палубе. Она сказала, что вчера вечером видела женщину, похожую точь-в-точь на мою соседку. Я буквально отлучилась на минуту, возвращаясь, ее уже нет. Капитан думает, я либо преступница, либо сумасшедшая. Ну, я же с ней разговаривала. А вы помните, как она выглядит? Да, конечно. У меня есть идея. Мы, когда пришли на посадку, нас сфотографировали. Да. Теперь эти фотографии висят внизу на рецепшне. Вы там есть, Лика. Может быть, и эта дама тоже? Ну что, Лика, пока не видите? Пока не вижу. Вот она. Вот это она, точно. А я ее… и я сейчас ее где-то видел. Вот, вот она. Вот. Да. Тогда я иду к капитану сейчас и покажу ему две вот эти фотографии. Угу. Хорошо. Спасибо. А я буду ждать на палубе. Да. Да. И что? Ну, вот эта женщина. Вот и вот. Что скажете? Не знаю. По списку у меня все в наличии. Я не видел такой женщины на судне. Могу прошерстить, конечно, еще раз все каюты, личный состав, но… Когда были сделаны эти снимки? При посадке. Тут и пассажиры, и провожающие. Кстати, обратите внимание. У этой вашей дамы в зеленом нет никаких вещей, кроме сумочки. Значит, кто она? Провожающая. А действительно, одета она не до путешествий. Хорошо у вас фантазия работает. Я бы до такого никогда не додумался. Да чего до такого? Придумать таинственную встречу с Дарьей Петровной. А, или это вам ваш писатель подсказал? Его сюда не впутывайте, пожалуйста. Он здесь совсем ни при чем. Ну как? Не поверили. Сказали, что эта женщина провожающая, и была она только на пристани. Ситуация. Я стращу детективы пачками, но не знаю, чем вам помочь. Нет? Знаю. Пойдемте в кафе. Я вас опять угощу чем-нибудь вкусненьким. Спасибо вам большое. Вы мне правда уже очень помогли. Идите и пишите свой роман. Знаете, то, что здесь происходит, занимает меня куда больше, чем написание романа. А можно я задам вам один вопрос? Давайте. Вы тоже считаете, что я вру? Нет. Я ни в коем случае так не считаю. Но человеческая психка – вещь загадочная. Значит, вы думаете, что я все это нафантазировала, весь этот разговор с женщиной? Нет, нет, нет. Просто если один путь ведет в тупик, значит, надо попробовать другой. Хорошо. Какой другой? Ну, для начала нужно перестать искать эту даму, а вспомнить, о чем она говорила. Вспомнила. Вспомнили? Она говорила, что это Мария Савишна искала какого-то детину в браслетах. Может быть, вот это и есть ниточка? Детина в браслетах? Это надо подумать. О, простите. Что? Не он? Хотя нет, он очень респектабельно одет. Ну что, можешь кафе? Нет, спасибо. Соглашаетесь? Я правда, я останусь, еще подумаю, может быть, что вспомню. Ну ладно, а я пойду пить вино и есть пирожное. Приятного аппетита. Спасибо. Я обдумал вашу идею. Мы с партнерами все обсудили и считаем, что стоит рискнуть. Вы меня совершенно убедили. Я рад это слышать. Этот проект крайне важен для моей компании. Но главное — сохранить все в секрете. Не волнуйтесь об этом. Все пройдет идеально. Я вас заверяю. Работать в России бывает непросто, я знаю. Но я добьюсь своего любой ценой. Уверен, они примут теперь ваш план. Им придется привыкать. Таков мой стиль работы. Не люблю ходить вокруг да около. Прекрасно вас понимаю. Предлагаю пройти в ресторан и посмотреть еще раз в бумаге. Я предлагаю позвонить ему прямо сейчас и проверить. Да, конечно. Пожалуйста. Добрый день. Это говорит мистер Тейлор. Очень рад с вами поговорить. Алло. Алло. Черт. Пойдемте выйдем. Проклятье. Вечные проблемы со связью. Вить, я воровку поймала. Что делаем? Опять вы? Войдите. Признавайтесь, что у вас еще в запасе? Вы поставили свои цели уничтожить деловую репутацию моего консалтингового агентства? Что? Сначала банк Андроник. Теперь это вопиющая выходка в столовой. Да при чем здесь столовая? Да при том. Вы знаете, в чьи бумаги высунули свой длинный нос? Это был Корсаков. Корсаков Владимир Евгеньевич? Глава карцарстроя? Вот именно. Он на Валаме строит гостиничный комплекс. Сейчас туда везет. Стивена Макбрайта, английского архитектора с мировым именем. И здесь такая дикая выходка. Но я же не специально. Мне их документация не нужна. Конечно! Вы перепутали бумажки. Ну, я просто собирала информацию. Мне показалось, что эти люди преступники. Вот и все. Вы знаете что? Единственный преступник, которого здесь вижу, это вы. Корсаков сейчас подозревает меня в том, что я подослал вас к нему как шпионку. Ваш этот Корсаков далеко не умный человек. Да конечно. Вы здесь образец сообразительности. Ну, зачем вы ляпнули, что работаете в шелест консалте? Вы, между прочим, уволены. Я уволена? Да. А вы что думаете? Я вас здесь умолять что ли буду? Да я только рада, что не увижу больше вашей физиономии. А как я-то рад? Вы себе не представляете! Черт. Ой. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас Субтитры создавал DimaTorzok Сказать тебе что-нибудь вразумительное Оставишь? Да, да, конечно Тогда увидимся на завтраке? Конечно Спасибо Да, пока Давайте все-таки посмотрим Может быть есть свободное местечко? К сожалению, все каюты заняты Совсем? Извините Лика, доброе утро Я хотел извиниться за вчерашнее Я был действительно немного рисковат Да что вы А разве вчера было что-то особенное? Мне кажется, такой стиль общения для вас Это норма Ну, знаете, вы тоже Какой же вы все-таки Неприятный человек Дайте мне пройти Ой Я прошу прощения, случайно Случайно, честно Лика, у меня есть новости Так Очень хорошие, пойдемте А старушка оказалась не так проста Ну, а за кем она могла тут следить? Неужели вообще нет никаких зацепок? Черт ее знает Ни инициалов, ни имен одни только Он, она, они Но ясно одно Она следит за какой-то парой Это иностранница-бизнесмен? Нет, эта девушка и парень Причем, в основном, она Следила за парнем Я тебе даже прочту, что она пишет Страшные детины в браслетах Говорили о сексе Ругаются матом Да, и вот еще Браслеты в шипах Я поняла Это браслеты Рокерские такие С шипами Я видела Я видела их Ты куда? Капитану Впусти меня, Симона Уходи Хочешь, чтобы я дверь вышиб, да? Угу А ну прекратите буянить Молодой человек Вы что, выпили? Я? Я в порядке Это моя каюта Все окей, просто С девушкой поругались Немного Немного Ручку Да я починю, не проблема Проблемы у вас впереди И, между прочим, очень большие Серафима Полянская Это ваша девушка? Да Она вон там внутри Ну да Угу Гражданка Полянская Это говорит старший помощник капитана Виктор Тищенко Откройте дверь Или мы будем вынуждены Скрыть замок Я говорила Я говорила Так и будет Значит так Припроводить их двоих К капитану Я смотрю каюту Угу Пойдемте А вы Вы можете быть свободны Спасибо за помощь Пожалуйста Значит этот круиз Ваш подарок Серафиме на совершеннолетие Я правильно понял? Правильно И с погибшей Кузьминой вы не знакомы? Не, не знакомы В глаза до этого не видел Я тоже Можно сказать Что значит можно сказать? Мне в первый вечер показалось Что я ее встречала где-то Но я не была уверена Ой, да ладно Хватит вилять Была уверена Мы оба были уверены В том, что эту бабку подослала твоя мать Чтобы следить за тобой Почему вы так решили? Моя мама не одобряет мой выбор Она не хочет, чтобы я встречалась с Владом Не хочет Это мягко сказано Она пасет ее, как козу на веревочке Контролирует каждый шаг Почту шерстит, личные страницы в сети Сто пудов она узнала про наш круиз Я сказала маме, что поеду к подруге на дачу А в первый же день на корабле Я смотрю У нас с Владом эта старушка На телефон щелкает И все время вертится возле нас Я Владу сказала Но я человек взрывной Ну пошел на пролом Догнал в коридоре И сделал внушение Мол, сдаст Симона матери Ей не жить И она даже не отнекивалась А на следующее утро я узнала Что эта бабушка умерла от инфаркта Да я-то тут при чем? Я не при чем Пойми ты это Теперь себя считает во всем виноватой И меня парит Смотрит как на убийцу Я говорю, что бабку это пальцем не тронул Не верит Из каюты выставила Прикоснуться к себе не дает Матерь додумалась звонить Признаваться Только Телефон плохо ловит Ясно Ладно С телефоном мы что-нибудь решим Свяжемся по нашим каналам Что не весел, Николаич? Да ничего Если ты из-за сотрудницы своей Не переживай Забыли Никаких секретов особых В тех бумагах не было Толя, ты же знаешь Шпионить это не мой метод Лика Она не при делах Она даже не знала, что мы с тобой знакомы Она вообще не имеет ко мне никакого отношения Верю я, верю За исключением разве что последнего пункта Не понял ты о чем? А про ваши отношения? Тебя чего на валам-то вдруг потянуло, а? Захотел Я бы тоже захотел Девчонка-то миленькая Служебный роман Толя, что за бред? Пойду прилягу Че-то укачало меня, поташнивает Мария Савишна работает в магазинчике В нашем дачном поселке Она меня в тот день увидела Она мне лица нет И предложила свои капли от сердца Я ведь в тот день узнала Что моя собственная дочь Меня обманывает Глядя мне прямо в глаза Ты залезла в мой аккаунт? Позвольте вопросы задавать здесь мне Продолжайте Ну а что продолжать? Она увидела в каком я отчаянии Как мне плохо Я ведь даже с Симой не могла поговорить О том, что я все знаю Про Валаам То есть вы все-таки понимаете Что читать чужие письма стыдно? Стыдно Стыдно девочке жизнь портить Вот это стыдно Негодяй под ладой Вы со мной согласны? Вы знаете, это не мое дело В данный момент я провожу дознание Как капитан судна На борту которого произошло Небольшое происшествие Вы мне лучше объясните, пожалуйста Как ваша дачная знакомая Оказалась на корабле? Я сама ей оплатила билет Она мне предложила Что поедет И последит Законспектирует О чем они говорят С этим паршивцем Что планирует Она же стенографистка работала В каких-то органах Ну, до пенсии Господи, мама Это же кошмар какой-то Помолчите, пожалуйста А скажите, кроме вас Кто-нибудь знал, что Кузьмина едет в круиз? Да, вроде бы никто Мы все очень быстро решили А у нее есть родственники, наследники? Какие наследники? Да, бедная она, как церковная мышь Одинока Именно поэтому она, собственно, и предложила А что случилось? Да ничего страшного Дочь вернется и объяснит Спасибо огромное за помощь До свидания Товарищ капитан, я не поняла Так что случилось? В каюте все чисто Меня теперь арестуют, да? Ну, для вашего ареста у меня нет оснований Кузьмина умерла не от инфаркта Так что ваша совесть может быть чиста Вы свободны Я же тебе говорил, дуреха Пошли, вставай Надеюсь, я не ошибся насчет этой парочки У них алиби Есть видео с дискотеки Когда Кузьминой всадили клофелин Они получили приз, как лучшая пара Весь вечер провели на танцполе Диджей подтверждает Да Не киллера где-то же они тут наняли для бабули Это смешно Ну, кому же еще, кроме них Могла помешать эта пенсионерка? Одинокая, нищая Хотя, судя по всему, она еще та была штучка Раз Слежкой за деньги не брезговала А это что за надпись? Мне Ракетина ее не комментировала Может, не заметила? Может, и не заметила Дарья Петровна, Дарья Петровна Девушка, осторожнее Извините, пожалуйста Обозналась Не замерзнуй здесь Я заказал еще Ай, давай Привет! Привет! Ну что? Тебя можно поздравить? С чем? Ну как с чем? С тебя сняли подозрения Ах! Ну, надеюсь на это По крайней мере, больше не вызывал Спасибо тебе большое за помощь Не за что Лика, я хочу, чтобы ты знала Ты всегда можешь рассчитывать на меня И днем, и ночью Спасибо Станислав Петрович Транспортная полиция вызывает Пусти Здравствуйте Ну что, еще раз приветствую Мы расшифровали эту запись Которую вы нам прислали Благодарю за сюрприз Какого рода сюрприз? А такого рода Что я вам настоятельно рекомендую Взять под арест Гражданку Ракитину Ее начальника Сергея Шелеста А Шелеста тут при чем? А запись касается Его фирмы Шелест Консалт Там какие-то данные Какие-то цифры Фамилия Ракитина И пометка Запрошено С господина Шелеста 300 тысяч Нормальная такая пенсионерка Рабочая версия такая Кузьмина В шпионском раже Выуживает у своей соседки По каюте Ракитиной Какие-то секретные данные С ее работы Ну и Решила заработать шантажом Совершенно верно И мы выяснили Что в данный момент Ракитину Увольняют с ее работы И именно по причине Разглашения Внутрикорпоративных данных Дозаклофелина Гораздо дешевле 300 тысяч Да и поможет Избежать проблем В дальнейшем Ну а какой смысл Шелесту убивать Кузьмину Если остается Живая Ракитина Которая собственно Информацию сливает Смысл есть Если они договорились И если Ракитина Устраняет старуху Исполняя приказ Начальника Все просто Кстати Шелест же сказал вам Что отменил Свой приказ Об увольнение Ракитиной Да нет Не похоже на человека Который способен Сделать смертельную инъекцию Вы что Да вы романтичный Товарищ капитан Так же как и ваша профессия Однако я на своей работе Видел всякое И всяких Я вам очень сочувствую Ну и тем не менее Какие мои дальнейшие действия Изолируйте обоих Заприте по каютам Только представьте Какого-нибудь матроса Ну уж Оперативники будут ждать на берегу Ладно я понял Завтра в десять Мы будем на выламе Всего доброго До связи Выполни Есть Кто там Лика тихо Это я Сергей Что снова под арестом Снова Только в этот раз Мне даже ничего не объяснили Ну я Больше в курсе Но тоже под арестом Пришел посоветоваться Вы? А как? Да вот так Ваш охранник Скоро вернется Поэтому давайте Говорить потише Но я Я не понимаю Вас то почему арестовали? Нас с вами Как Руководителей Подчиненную Подозревают В умышленном Убийстве Вашей соседки Старушка Видели знала Секреты моей фирмы Но это же Полный бред Вот поэтому Я хочу поскорее Со всем этим разобраться Утро мы Приплываем на Валаам А оттуда Нас отправляют Прямиком в СИЗО А что делать? Мне кажется На корабле есть человек Который специально Работает против нас Или подставляет нас Вместо себя Кто он? Я уже голову себе сломала Этот англичанин Здесь ни при чем Нет Детина с браслетами Тоже получается Расскажите мне подробно Обо всем Что с вами происходило С момента отплытия И кто эта женщина В зеленом О которой меня Расспрашивает капитан Эй У вас все в порядке? Мне показалось Вы разговаривали Все в порядке Не входите пожалуйста Я голая Вы только что С кем-то разговаривали Нет С кем? Вы же все время Под дверью Ну и ладно Вот После всех этих событий Мне кажется Что эта дама в зеленом Мне действительно Пригрезилась Я не верю в привидения Однозначно Эта дама замешана Во всем Что происходит на корабле Если мы ее найдем Мы получим ответы На очень многие вопросы Так где искать? Старпом уже просмотрел Все каюты Все служебные помещения Нигде нет На шлюпочной палубе Смотрели? Нет Я когда В армии служил На флоте Я прятался Под брезентом Спасательных шлюпок Ну Чтоб побыть одному Собраться с мыслями Отдохнуть У того Что происходит Нужно проверить шлюпки Которые подвешены На самом верху А как мы их проверим? Там матрос сидит Как мы выйдем отсюда? Есть вариант Пропустите меня к окну Так оно закрыто Откуда? Откуда? Тихо Тихо Смотри О боже Это похоже на сумку Дарья Петровна Сейчас четыре часа Угу У нас максимум час Потом команда будет просыпаться Но по крайней мере Мы сможем доказать Что дамы в зеленом Все-таки существует Кузьмина Дарья Петровна С сорок восьмого года Опять Кузьмина? Да они что родственницы Даже не похожи Как бы нам эту сумочку Подбросить капитану А? Знаешь Надо чтобы ее кто-то нашел И принес капитану в рубку У меня есть один Очень хороший знакомый Он будет рад нам помочь Это тот типчик Который тебя клеил утром? Ну почему сразу Типчик? Между прочим Его зовут Ярослав Ярослав Типчик Ярослав Мне не нравится эта идея По крайней мере Этот типчик Ярослав Расшифровал записную книжку Кузьминой Так, так, так А вот с этого места поподробнее Записная книжка Кузьминой Была у него в руках? Да Он знает стенографию Он, он писатель Он еще и стенографию знает? Так, 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 так Этот молодой человек Становится для меня очень интересен А про мою фирму Он что-нибудь знает? Ну, я ему конечно рассказала В первый вечер Совсем немного Но то, что вы меня уволили Шелест Консалта Так что вы что считаете Что Ярослав Я считаю, что он мог сделать Эту приписку в записной книжке Из-за которой нас с вами арестовали Нет Нет, не может этого быть Значит так Времени на спор у нас нету Вы знаете, где каюта Ярослава? Да, конечно Там есть охрана? Нет Тогда план действий будет такой Слушайте меня внимательно Ярослав Ярослав Ярослав, это Лика Ты можешь открыть дверь? Подожди, ты же под арестом Да, да, да Я под арестом Мне просто удалось Бежать через окно Ты можешь сейчас пойти со мной? Это очень важно Серьезно Ну, я... Я просто хочу тебе кое-что показать Мне кажется, что это поможет найти настоящего преступника Хорошо Идем Утром нас передадут полиции Поэтому я и решилась на эту вылазку Между прочим, это очень рискованно Я знаю, но это мой единственный шанс Хоть как-то оправдаться Знаешь, мне кажется Дама в зеленом Могла прятаться вон в той шлюпке Что это за ерунда? Какая шлюпка? Не ерунда, честное слово Если ты туда заглянешь То увидишь, что там женская сумка Здесь? Да Так, фрагмент романа, не иначе А кто у нас главный читатель? Грязная, пустая сумка Которая валяется, наверное, в этой шлюпке тысячу лет Это не улика Это улика Вот теперь мне, наконец, поверят про Дарью Петровну О, убийство на арене Мне нужно вернуться в каюту, пока никто не заметил моего побега Пожалуйста, отдай эту сумку капитану, хорошо? Хорошо Скажу, что нашел в шлюпке Спасибо тебе большое Послушай меня, если тебя завтра арестуют Я сделаю все для того, чтобы тебя вытащить Ты мне веришь? Я уже не знаю, поможет ли это Правда, какой-то кошмар, какой-то страшный сон Так, успокойся Сейчас ты идешь в каюту, ложишься спать И чтоб никаких вылазок Хорошо, обещаю Да, все Все, пошла Опа Дарья Петровна Дарья Петровна Лика Осторожно, мой Помоги Осторожно, осторожно Голову, голову, осторожно Все, 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 вот так, простите Садитесь, все, осторожно Ну что Водичку, выпейте Моя версия оказалась верна Ярослав, преступник Я нашел нашу даму в зеленом у него в шкафу Связанную с кляпом во рту О, Господи, какой ужас Лика Я очень рада вас видеть Я не надеялась О, Боже мой, я вас тоже очень рада Скажите, у него есть оружие? Оружие? Нет, пистолета я не видела Он мне ножом угрожал Понятно Ну, тогда я его скручу один Потом сдам капитану Нужно действовать быстро Пока он не заметил пропажу Сергей Николаевич Будьте только осторожны Хорошо И можно просто Сергей Черт Вот, Дарья Петровна Я вам чаек заварила Горяченький, попейте Спасибо Это я Тихо, тихо Ярослав сбежал Спустил моторную лодку на воду Я его заметил Только когда он двигатель завел Это он увидел, что Дарья Петровна ушла И понял, что на берегу его ждет Далеко не ковровая дорожка Ой, я знаю, куда он рвется Его надо остановить Тш-ш-ш Ой, боюсь, что он убьет еще одного человека Это святой человек Какой человек? Кого? Где? Старец-отшельник В скиту На Парфирьевском острове Это недалеко от Валаама Там ценная икона Он хочет забрать ее Ой Надо его перейдить Как? На корабле больше нет моторных лодок Есть только весельные шлюпки Значит, пойдем на веслах, на лодке Как? На веслах? За лодкой моторный гнаться? Это скалистый берег Там только один подход Ярослав не знает его Он потеряет время Да вы просто моропех в юбке Это вы В юбке Значит так Лика, поможешь мне спустить лодку? Да А дальше я уж сама Как это сама? Я с вами поплыву Вместе пойдем Значит так Вы мне расскажете Где этот остров Я туда поплыву И там перехвачу Ярослава Хотите помочь? Помогите спустить лодку на воду Действительно Так, Дарья Петровна Я пойду первая Давай Вам помогу А вы здесь не командуйте Мы все-таки не ваши подчиненные Давайте руку Вот так Да Это тот редкий случай Когда я об этом очень сожалею ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что вы на меня так смотрите? Ну Я никогда не думала Что мой бывший начальник очкарик Такой сильный Кстати А где ваши очки? Я их выбросил Они мне нужны были Так, для виду Должна признаться Выглядели вы в них по-идиотски Ну, спасибо Дарья Петровна Я-то грести грибу Да только правильно ли мы курс держим? Да Все верно Все верно Вонку половите? Да Я эти места с детства знаю Вон там левее остров покажется Порфирьевский Дарья Петровна Может расскажете Что с вами случилось-то? Нелегкая-то история Немой сын Сердце разорвал Ярослав? Да, Боже, упаси Хотя Еще немного и будет Похож на него Я упустила Сына На этом острове отшельников живет Отец Абросий Мой духовник Он живет на острове совсем один? Да в том-то и дело Месяц назад я отдала ему Нашу семейную реликвию Икону страсти Христова Это очень старинная древняя икона Из поколения в поколение Она передается От прадеда деду От деда отцу Отец мне А вот Миша Оценщику ее отнес Родовую икону? Ну, он ввязался В какой-то дурной бизнес Кучу денег задолжал И мой выяснил Что продав эту икону Он решит все финансовые проблемы Девять миллионов Умоля у меня В ногах валялся Чтоб только разрешила Да Ну, видите Может не все так и плохо Потому что Хотя бы разрешение спросил В том-то и дело Я и твоей боялась В общем, я решила Вернуть икону Богу Отвезла старцу на остров И сказала, что нет у нее Больше наследников И просила Молиться За раба Божьего Михаила Но на той неделе Я вернулась домой И услышала Как он разговаривает с кем-то По телефону Да, все как я сказал Порфирьевский скит На острове Вокруг лес Никого нет Старик там один Как перст Сегодня в шесть На круизном Хорошо Все, так и порешили После этого Вас в моей жизни Больше нет Ясно? Миша Что это значит? С кем ты разговаривал По телефону? Ни с кем А при чем здесь скит? Тебе все послышалось? Миша Миша, открой Миша Отцу Аббросио Я ничего не могла сообщить На острове Нет никакой связи Поэтому я решила Сама поехать Билетов на рис не было Да, да, да Я сама чудом достала Ну, я решила Поехать с Зайцем Преступник же не знал Как я выгляжу Вела себя На корабле тихо Познакомилась с вами, Лика А вы мне рассказали Что на корабле Произошло убийство Что убита женщина пожилая В зеленом И фамилия у нее Кузьмина Так вот Кузьмина Собственно, в чем дело Да понятно Хотели вас убить Просто перепутали Неужели Миша дошел до того Что Видимо, дошел Он рассказал преступнику Что я поехала В чем я одета И я не за себя испугалась А за отца Амбросия Понимаете Я поняла Что знакомый сына Это не просто вор Это хладнокровный убийца И вы решили Спрятаться в шлюпке Ну, я была в панике А я спряталась Потому что думала Так, тихонечко Я доеду До Валаама Но нельзя же было Сидеть там бесконечно Поздно ночью Я вылезла из шлюпки Чтобы размяться Найти воды Весь пароход спал Кругом не душе Но он как будто Меня караулил Он напал сзади С ножом До сих пор Не понимаю Почему он меня Не выкинул за борт Зажал рот И потащил в свою каюту Он мне предложил сделку Сказал, чтобы я добровольно Договорилась со старцем Отдала икону Что старец останется жив А меня он отпустит И вы ему поверили? Мне было важно уберечь Жизнь Амбросия Да После этого Я бы за вашу жизнь Не поручился Знаете Этот Ярослав Умеет втереться в доверие Я сама повелась Как школьница Он тогда еще попросил меня Чтобы я сидела Никуда не уходила Когда он ходил за пирожным Так долго Сказал, что очередь там большая Я уверен, что именно тогда Он и совершил убийство И не забыл при этом Подкинуть улики В твой рюкзак Я же говорю Типчик Так Господи Иисусе Христе Сыне Единородне Безначальному Твоего Отца Ты барекал Иисусе Пречистыми Усты Твоими Якоб Изменений Можете Творите Нечесоже Господи Мой Господи Помилуй Мя Господи Мя 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 Здрасте Храни Господь О, спасибо Извините, что нарушаю ваше уединение Вы отец Аброси, да? А я Михаил Сын Дарья Петровна Кузьминой К сожалению, мама заболела сильно и срочно на нужные деньги Вот прислал меня сюда за нашей родовой иконой К сожалению, других вариантов нет Не гоже человеку отказываться от имени данного ему при крещении, не гоже Вы правы, я не Михаил, я друг Миши, Слава А Мише в заложниках И если я не найду деньги, то ни мне, ни Мише, ни Дарья Петровне житья не дадут Нет А икону у вас я знаю Душа у тебя черная И руки у тебя черные Нельзя дать икону в такие руки, нельзя Угу Понимаю Оставь икону И ступай с миром Хорошо Иду Я тебе говорил? Я тебе говорил? Не трогай его Не трогай его Сынок Мамка, разрешил сюда приезжать или без спроса? Рот закрой Ах 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 Давненько у меня не было таких марш-бросков Ох Дарья Петровна Нет Может вам передохнуть? Нет, нет Уже скоро Отец забрось О, господи Миша Мишенька Мам Мам Что это? Мам Мам Прости, не хотел Хотел Все исправить Тихо Бог миловал Нож прошел по касателю Нет У меня есть на стойке трап, есть чем перевязать, так что жить будет. Сынок! Икона на месте? Нет, он забрал ее. Лика, оставайтесь здесь, постарайтесь вызвать полицию, а я этого гада сейчас догоню. Терпи! Как, один? Почему один? Вон, с Божьей помощью. Терпи, сыночек. Давайте занесем его. Давайте, Лика! Да, да, Дарья Петровна. Осторожно. Сейчас, минуточку, минуточку. Я ноги возьму так. Есть. Осторожно. Тихоечка. Осторожно. Ты что делаешь? Не ожидала такого поворота события, а? Слушай, открой, я тебе говорю. Ты же понимаешь, что это все бесполезно. Ага, да, сейчас, все, открываю. Эй, я что, по-твоему, зря детективы писал, что ли? Я могу просчитать на два-три шага вперед. Слушай, тебя посадят. Ага, точно, за что только посадят меня? Икона при мне? Покупатель? Покупатель? Покупатель ждет уже. Сейчас ваш герой набегается. Я им займусь. А пока ваша очередь. Ты что делаешь? Готовлюсь к постановке. Ограбление скита с сыном отморозком. Талантливо? Бездарно. Бездарно? Не скажи. Шутка с астинографией очень даже талантлива получилась. Да он же нас поджег. Отец Амбросий, Дарья Петровна, сделайте что-нибудь. Миша, сынок, терпи. Спасибо, я помню. Это все бесполезно. Да что же вы сидите, черт подери. Не гоже. Не гоже, а то, что мы сейчас сгорим здесь все. Там Сергей Николаевич один, и этот Ярослав, он его убьет. Господь не попустит. Опа. Что это? Нет, ледник. А там под скалой пещера. Святым Семеном Столбником еще намолена. Там выход на Ладогу. Монахи там прорубили к воде ступени. Я уже не могу туда спуститься. Круто, больно. Ну, а вы как тут? Да солома уже прогорела. А скид бог даст, не займется. Не бойся за нас. Ты о муже думай. А как вам еще мужа? Иди с Богом. Иди. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Тихо-тихо. Мам, мам, прости, это я сказал Ярославу, что ты на корабле. Я думал, он испугается, не полезет, а он… Тихо, ты мне скажи, как ты здесь-то оказался? По новостям передали о смерти на корабле фамилия Кузьмина. Я проклял себя и сразу помчался в эту Романовку, но… Но, слава богу, в морге была не ты. Эка, где Романовка, где Флама? Все хорошо, потерпи, сыночек. Оттуда-сюда грузовой вертолет с продуктами летает. Я упросил их взять меня с собой. Тихо-тихо-тихо. А сюда уже на лодке я помню эти места. Ты же меня в детстве сюда возила, я все помню. Терпи, терпи, родной мой, терпи. Сережа, осторожней! На колени! Все, все, писатель. Дописался ты. Руку вторую. Больно, больно! Больно? Чуть-чуть. Я вижу, что чуть-чуть. Скажи мне, у тебя в школе прозвище не «Тридцать три несчастья» было? А что вы делаете? Пытаюсь выглядеть глупее, чем есть на самом деле. Он же уйдет. Выкрутился гаденыш. Ну ничего, пусть поплавает. Я ему весла выбросил, бензин слил. Хватит на пару минут, а потом будет болтаться на большой воде. На обратном пути его подберем. Сначала освободим Дарью Петровну и отцам в Руси. Ситуация на борту была нештатная. Я руководствовался указаниями с земли. Примите мои извинения. Мы не в претензии. Да, не в претензии. Но путешествие получилось прямо-таки незабываемое. Угу. Ну что? Писатель обратно не с нами. У полиции свой транспорт. Поймали все-таки. В лучшем виде. Помнится, он искал покоя и уединения. Теперь получит и то, и другое по полной программе. О, наша дама в зеленом. Товарищ капитан, хотела поблагодарить вас за предоставленную калюту. Для дамы в зеленом все самое лучшее. Спасибо. Отец Амбросий? Мир вам. Господь с вами. Отец Амбросий, вы покинули скит? На моей памяти это впервые. Игумен благословил. Дело важное. Ну, как ты? Болит? Меньше уже. Ну, и слава Богу. Слава Богу. Согрешихом и безыконовахом, Студными баокалях душу грехми, Явленности житие моей жди их. Вот. Прими. Спасибо, отец Амбросий. Красота-то какая. Лика. Что? Я хочу сюда приехать еще раз, но только вместе с тобой. Согласна. 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 Согласна.